Там, конечно, это бюрократическая организация, там свои тенденции централизирования, это вообще все, что государство делает плохо, я согласен. Почти все, что государство на всем мире делает плохо, только в сфере этого плохого, этого плохого деятельности государства есть критерии, что чуть-чуть лучше и что чуть-чуть хуже. И из-за того, что мы в Евгозоне живем, вы в России живете, там тоже важно просто для жизни и для развития, что безнайсучие решения делают. Ну, а решения, которые чуть-чуть лучше, чем другие были. Все эти политические решения какого-то уровня плохо, ну, есть решения, механизмы, институты, которые чуть-чуть лучше. Из-за того я буду чуть-чуть объяснить проблемы Евгозоны, потому что это важно, потому что даже в Евгозоне и в Евросоюзе все объяснения, они очень-очень плохо всегда с точки зрения и экономической, и индивидуальной свободы. Что я здесь говорю, это до половины доклада, это основано на краткий текст, который я писал за Competitive Enterprise Institute, английское название это Freeing Europe from the Euro, probably, я иду на русский язык. По-моему, лучшее название было бы Freeing Europe from the Euro Monopoly, это чуть-чуть другое дело. Ну, и потом я буду объяснить, что я пишу в другом стадии за Competitive Enterprise Institute, который будет, ну, и стану конец года, потом об этом чуть-чуть больше. Немецкий канцлер, и вы можете получить русская версия этого статья там где-то на рецепции, там есть перевод этого английского статья на русский язык. Да, и немецкий канцлер Ангела Меркель неоднократно заявила, и не только она заявила, это почти все политики в Германии, всех партий, что... И она заявила отсутствие какой-либо альтернативы Европы. Она говорит, что альтернативов нет. Вы это в Германии слышали? Ну, каждый день. И слышали. Альтернативов нет. И она, к сожалению, в определенной мере, она права. В данном моменте альтернативы в первой зоне нет. И просто не существует. Для людей, живущих в зоне Европы, нет никакой возможности заменить Европы, выступающих в качестве универсальной валюты, не только потому, что правительство исключали другие возможности. Это закон. И всегда говорят, что это всегда будет закон. Конечно, это очень опасно. Потому что политика, которая говорит, что альтернативов нет. И мы даже не обсуждаем альтернативы, и не даем возможность реализовать альтернативы. Всегда очень опасно. Это почти тоталитарная политика. А эта традиция, конечно, денежной монополии не только существует в Евросоюзе, существует азербро во всем мире. И интересно, что идея конкуренции денег, идея фриха августа в Америке, он развивает эту идею, когда первый раз был серьезный план создать европейскую объединенную валюту. Это было, наверное, в начале 70-х пригодов. Почему? Это самый важный вопрос. Потому что главная причина, может быть, есть... Это может сквозь об этом. А с моей точки зрения, главная причина всех проблем, первым и, между прочим, тоже в Соединенных Штатах, дорогой кризис, который тоже там, конечно, существует, это денежная политика. Это монополия создания, производства денег. И если этого монополия не было, все проблемы с бюджетами могли возникать, но нет такого уровня, который сейчас существует. Если бы существовала конкуренция разных валют, разных денег, это был шаг в направлении больше ответственности тоже государства. Сейчас вы можете все читать, потому что у нас очень мало времени, я буду не только говорить сейчас о валютах, о денег, а о политических институтах. Сейчас в Евгозоне политические элиты, почти все, есть героические исключения, а почти все политические направления, и думают, что решение кризиса его и кризиса долгов это больше централизированный механизм решения. Они так думают. И все в Германии, все политические пары, как думают, все. Есть разницы в деталах, а они все хотят, что, например, бюджеты всех странах, всех государств, еврозоны конкуруются через Еврокомиссию, через такой, так называемый, комиссар. И немецкий министр финансов сейчас заявил два-три дня тому назад, что этот комиссар должен иметь компетенцию проверить все бюджеты проверить все бюджеты всем странам и еврозам. Если, например, Голадия решит в этом году из-за некоторых причин мы делаем дефицит, он может говорить, нет, я не согласен, и все. Это комиссар, который сидит в центре. Ну, это название комиссар, конечно, в России еще больше агрессивно звучит, чем может быть, чем может быть в еврозоне. Ну, а компетенции, есть планы для компетенции этих комиссаров в еврозоне или в Евросоюзе так сильно, как комиссары после революции. Народных комиссаров. почему это плохо? Можно сказать, и многие сторонники свободного рынка за этих комиссаров. Это интересно. Они говорят, нет, это единственная возможность ограничить дефициты, ограничить такие очень безумные политики и многие ставят. И они говорят, особенно в Германии, ну, это только это спасение для нас. Если этого комиссара нет, этого контроля бюджета, бюджетов нет, тогда мы, как немцы, всегда, навсегда будем платить для всех. То мы в данном моменте делаем, ну, не для всех, а для греков. И я, и это никто хочет слышать. Я всегда отвечаю на это. Это не важно. Это, конечно, важно, сколько мы платим, и мы не можем так много платить. Это верно, а это не так важно, как стимули, которые производят эти централизированные механизмы, которые мы в данном моменте создаем, которые многие политики хотят создать. Это есть вопрос, сколько что, какая страна платит, и есть вопрос, как развиваются институты. И, конечно, из обе этих решений возникают стимулы для будущего. И стимулы централизации очень плохи, потому что это значит безответственность навсегда. Если этот комиссар или европравительство, это не игра в данном моменте делает умные вещи, организм, бюджет, это звучит неплохо в данном моменте. И другие вещи, которые это хорошо, что они такие большие бюджеты. а все страны дают им ответственность этому комиссару, этому комиссару. И это тоже сложно, намного больше долго стоит все, потому что там будет нет ответственности на низком уровне, только ответственность на самом высоком уровне, в центре. И ответственность в центре нет ответственности. Потому Потому что они там в центре очень далеко от всех проблем и очень далеко от возможности платить за их решение, в политическом смысле, не в финансовом смысле. Они в финансовом смысле никогда не надо платить, а в политическом смысле. И это очень удобно для политиков всех других уровней. Это тоже интересно. Всегда часто есть вопрос, почему политики стран, регионов так легко дают ответственность и компетенции центра. И да, вы это хотите? Потому что жизнь после этого легче. Если министр финансов может сказать, или правительство может сказать, это решили в Брюсселе. Это тоже самое, как политик в России может сказать, решили в Москве. Там разница нет. Это для него намного удобнее. Ответственность просто не будет. У него нет. Хорошо. Из-за этого очень важно, что есть в политическом сфере ответственности близко к проблемам. И если там кто-то решает, где тратят деньги, или какие деньги, за что тратят, этот институт должен быть ответственным гражданином. Это не самое лучшее решение. Наилучшее решение было бы совсем не тратить деньги гражданином через налоги. Но, к сожалению, это очень далеко. Это очень далеко в будущем. Если вы юбератаянцы, вы думаете, что это когда-то будет, и работаете это. А в данном моменте у нас есть только инструменты, чтобы чуть-чуть больше ответственности в государственные или в государственные структуры. И это тоже, думаю, что это в России тоже. Значит, конкуренция институтов, конкуренция регионов – это очень важный механизм политического контроля, чтобы всё не хуже стало, чем сейчас. И это тоже фриверс и в союзе. И даже, это очень важно, это либералы и юбератаянцы об этом вопросе, с моей точки зрения, не очень. Есть группы, которые об этом хорошо думали. А другие, их позиция, иногда так. Потому что я знаю из немецкой дискуссии. У нас есть хорошие идеи, хорошие принципы. Мы знаем, что делать и как делать. И, конечно, плохо, если в какой-то земле, в какой-то регионе это не описывают. Это плохо. Из-за этого лучше мы в центре решим. Да, мы в центре, и потом всё делаем. И потому что мы не знаем, что это хорошо. Это будет хорошо. Иногда это звучит как больше либеральные решения. Как больше либеральные решения. Это очень опасно. Это может быть не опасно, если мы говорим о очень абстрактных принципах. Такие очень абстрактные принципы, как права человека и так далее. Верховенство законов. А если мы говорим о политических решениях, о так называемых государственных инвестициях, о социальных системах и так далее. Мы просто не знаем, мы действуем в сфере незнаний. Мы просто не знаем, какие решения лучше, какие решения могут возникать. И из-за этого самый важный инструмент, чтобы гарантировать, что наша система улучшится, это конкуренция институтов, конкуренция регионов и возможность гражданин из одного региона, одного государства, одной земли и так далее идти в другую. Это самый главный инструмент. В Евросоюзе, если все эти планы централизации реализуются, ну, конечно, еще есть выход, да? Ну, а это намного сложнее. Если есть, например, разные социальные системы в рамках Евросоюза. Есть разные законодательства налогов. Налоговые законодательства. Экономические законодательства. Это намного легче прижить. Нет, я буду жить не здесь, а 50 километров на Север, например, или на Восток, или так далее. Там другое законодательство. И это тоже механизм адаптации у них стран. Если одна страна показывает, например, что с низкими налогами тоже могут стоить хорошую инфраструктуру и так далее, это большое давление для людей. Конечно, большие страны и многие страны не хотят этого давления. Из-за того они хотят, они называют это гармонизировать налоги, социальные системы. Это, между прочим, это тоже ужасная термонология, потому что в гармонии там не все равно. Это очень разные части в гармонии, в музыке и в искусе. Что они хотят это все равнее, все на один кубок. И это очень опасно. И мы сейчас в Евросоюзе видим очень опасные тенденции. И самое важное и не, что платят за кого. Да, конечно, я немец. Это, конечно, очень печально, что мои налоги идут в Грицию. Это печально. А намного больше печально, что ответ политиков на это – централизация компетенции. И это долгосрочно не стоит только денег, а стоит свободы. И из-за этого самое главное сейчас для сторонников свободы в Евросоюзе – это бороться против централизации. Это бороться против новых компетенций на центральном уровне в Евросоюзе. И еще только один аргумент, который я очень часто слышал. Ну, самое важное, если сейчас в Евросоюзе так много решают, что это по-демократически решает. Это не самое главное. Самое главное, что они не решают там многие решения. Только если они что-то решают. Ну, конечно, какой-нибудь демократический контроль должен существовать. Ну, а тоже демократические парламенты имеют большие тенденции централизации. Это мы в Германии, это не только Генеральное государство, это мы в Германии. И, может быть, это покажет, какие проблемы существуют, которые чуть-чуть, с моей точки зрения, больше важны, чем эти актуальные проблемы, кто будет заплатить. И я думаю, что все страны должны иметь возможность банкротиться. Это самое важное, может быть. И что банкротиться может быть наилучшее решение для многих. У нас есть примеры, как, например, Исландия. Там развитие сейчас лучше, чем в других странах, в которых финансовый кризис был. Да, и сейчас я оканчиваю презентацию, и я буду очень рад слышать ваше мнение и ваши вопросы. У кого есть вопросы к Сашу Тамову? Поднимайте руки, вам будут микрофон. Здравствуйте, большое за ваше выступление. Это было очень интересно, особенно по конкуренцию института и региону. Мой вопрос такой. Как вы думаете, какая тенденция сейчас в Европе прогладает тенденция к централизации или же обратно к регионализации? И находясь в государстве, которое в плане регионализма намного слабее, чем Германия или Евросоюз, то есть в России с регионализмом все намного хуже. Отсюда представляется, что Европейский союз все-таки представляет регионам достаточно много полномочий в сравнении с Россией. Вот все-таки какова вот перспектива этого? Интеграция, она может ли быть для регионализации положительным явлением, что вы думаете о таком вопросе? Спасибо за вопрос. На первый вопрос. К сожалению, сейчас в Европе тенденции в направлении централизации. Вся политическая риторика почти всех политиков в направлении большей централизации компетенций. И они всегда говорят об ответственности, например, Греции или Ирландии или Португалии все равно. А политические решения, которые они хотят, главные политические деятели, это работает против ответственности. Совсем против. Если у меня гарантия как страна, или как регион, или как город, это все равно, это на всех уровнях, то я не могу банкротиться. То наконец всегда кто-то другой платит. Ответственности просто не существует. И между прочим, если так называемые спекулянты знают, что евро всегда существует, и других валют, других денег не будет, это для них очень легкая игра. И я когда-то писал, что политики всегда очень критикуют спекулантов и так далее. А реальность, политическая реальность, они помогают одной группе спекулантов. И эта группа, которая думает, что государства всегда найдут возможность получить деньги от их граждан. Так что просто их власть хватит, чтобы если да, налоги получить. И это, конечно, да. Второй вопрос, конечно. По намочий компетенции регионов Евросоюза намного больше, чем в России. А я думаю, что они должны еще выше этой компетенции, чем они сейчас. И это важно. И в России тоже существует такая система очень больших грантов для регионов. И эта система очень непрозитивна, непротивна. Гранты всегда плох. С моей точки зрения, это важно в Германии и так далее. Что каждый регион, каждое государство, каждый муниципалитет и так далее должен получить финансовые средства не от какого-то центра высокого уровня, а от их граждан или их компаний. Это значит, что они чуть-чуть больше ответственно будут рисковать. Это, например, как в Швейцарии. Они налоги на очень низком уровне получают налоги. Каждая деревня почти у них там собственные налоги. И это значит, что, конечно, гражданин там спрашивает, ну мы платили вас, да, а кто вы делали с этим? А в Евросоюзе, например, как в России, есть большие гранты от центра. Какие-то регионы получают деньги за проекты, которые им совсем не нужны, только чтобы получить эти гранты. И в России тоже есть очень красивые примеры для этого. Я был, ну три месяца тому назад, я был в городе Владивосток. Там строили, по-моему, это самый безумный мост в мире. Я не знаю. Три моста. Да? Три моста. Да, один, особенно безумный. Но два нулевых. Есть смысл других внутри города. А на этот остров это ужасно. Это остров. Ну, да. И, конечно, если там муниципалитет или регион дали вас на кисть такое. Они никогда не строили этот мост с финансовыми средствами их гражданин. Их гражданин спрашивали, смотрите, какие дороги там, улицы в Владивостоке, например. Там очень красивый мост, а до этого моста это типические русские дороги. Извините, это абсолютный идиотизм. И больше ответственности там. Они говорят, что, например, 10% налогов, которые у нас в Владивостоке остаются. И все знают, сколько это. Конечно, они больше ответственно действовали. Только, конечно, в России это особая проблема. Экономика и все зависит от ресурсов. И, конечно, большие деньги просто все через Москву. И это в России очень сложнее менять, чем в его зоне. Ну, а я думаю, что регионы должны быть максимальная свобода и максимальная ответственность за их решение. Что центры, если надо, если надо центры, они только должны гарантировать верховенство закона и возможность от одного региона без проблем в другой переехать, торговать и так далее. И это все. Еще один вопрос. Да, сейчас у меня есть вопрос. В Твиттере пишут нам, спрашивают. Вот вы тут рукаете от Евросоюза. С чем связано получение ему Нобелевской премии мира? Как вы можете это прокомментировать? Ну, могу комментировать, что это Нобелевская премия. Там есть очень многие страшные примеры. Я только помню, что 4-5 года тому назад получил Нобелевскую премию. Большой политик тоже создавал после этого, как президент по ночам, его мирный мир, как мы все знаем. По-моему, это типическая риторика политических элит просто, чтобы думать и демонстрировать, что особенные институты гарантируют что-то, а не принципы. Это может быть главная проблема. Институты меняются, развиваются, меняется их перспективы и так далее. Из-за этого самое важное для них оценки – это принципы. Евросоюз может быть в любое направление. Любое. Самое важное, что там существуют и реализуются принципы. Как, например, принцип реформенции законов. Принципы, что реализуются договоры, которые существуют, как Елизаветский договор. И в данном моменте все эти принципы, все эти законы не важно дают. Они просто не играют никакой роли. Все, что делает в данном моменте Центробанка Евросоюза – это нарушение законов. И это нарушение договоров. Могут быть эти договоры не очень короче. Да? И законы тоже есть. И Конституция. А нарушение всегда, каждый день они нарушают это. Это, конечно, очень плохой стимул. Это очень плохое развитие. Потому что это разрушает верховенство законов. И это главный принцип Евросоюза. И должен быть главный принцип Евросоюза. И из-за этого, и это, между прочим, это очень опасно, в долгосрочной конструкции тоже для мира. Да. И из-за этого я, конечно, думаю, что это не очень хорошее решение. Да. У нас, Вин Теремич, еще много вопросов. Давайте вот так институт. А как Вы оцениваете то, что сказал Буховский про Евросоюз? Что он вообще в качестве обучает Саров? Я поговорю без микрофона. О, Парасуф. Добрый день. Я хотел бы вот еще спросить. Вы говорили, по большей части, о конкуренции, так сказать, о муниципальном уровне, да? Известно, да, что в основном, в Европе было много сепаратистских тенденций, есть ряд меньшинств, которые добивались независимости. И вот недавно, как раз назначен был в 2014 год, передовую независимость в Шотлане. И я в связи с этим вопрос. Считайте, что это хороший, так сказать, путь, которым можно идти, так сказать, по идее централизации. Добиваться независимости локально. Или, вот если, скажем, в Шотлане, она получит независимость, тогда на судебность ему попадет в зону евро, когда в Европе остается в ту же самую евро-бемократику. Или это все-таки не тот путь, которому нужны тигры? Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, если шотландцы так решают, они так решают. Это, конечно, это неплохо и нехорошо. Может быть, что потом Шотлане лучше в перспективе свободы, может быть, что фу. Это такая зецессия, просто мы не знаем. Если они, конечно, как я слышал, они даже хотят быть независимыми от членов Евросоюза после этого. Это их решение просто. Ну, только, я думаю, что, конечно, свободные люди могут решать, быть, даже не хотим жить в этом государстве. Только с индивидуальной перспективы это иногда может быть сложно. Я не думаю, что в Шотландии что-то будет сложно. А, например, мы видели на Балькане или в других регионах, когда там независимые государства возникли, что, конечно, там не всегда права человека действовали, как они должны, потому что возникают новые меньшинства, например, в таких государствах. Я в следующей неделе буду в Барселоне, в Каталонии. Там тоже есть такие сильные тенденции. Они хотят стать независимыми от Испании. Не все, а может быть, большинство. Может быть, там тоже такое голосование будет, чем когда-то. Но я думаю, что если они в принципе... У новых государств потом есть в принципе конституции, основанные на принципах свободы, то совсем нет проблем. Да. И Еврозона, и его Берлхатия, и так далее. Я думаю, что это начало всего было. Я думаю, что деньги, что Евро, если существует через десять лет, Евро только может существовать в пространстве и сфере конкуренции. Я думаю, что через десять-пятнадцать лет в Еврозоне у нас будет больше денег, чем сегодня. Я не уверен, что будут частные деньги. Я думаю, что должны быть. Ну, конечно. А я думаю, что мы будем жить в зоне, где Евро не имеет монопол. Я почти уверен. Это значит, что тоже влияние Евро Центробанка, чем сегодня. Я надеюсь на это. Не только думаю, что я надеюсь. Последний вопрос. Добрый господин. Добрый господин. Я начинал с Павелом. Я стоял в группе от почтологии на Диму. Я бы хотел задать Вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, в чем свечество причина того, что Европейский Союз, и такие крупные страны, которые играют в главную роль в Германии и Франции, неспособные или, например, не желают предпринимать телевизор твердые и четкие шансы отношения к российскому правилу, которые не только внушают в пятом взглядах под членством Совета Европы, но и систематически нарушают права человека внутри собственной страны. Как Вы считаете? Что Вы имеете в виду? Например? Например, принятие экрессивного протеза закона, принятие экрессивных мер по отношению к гражданам, и систематические нарушения на выбор, которые были дефиксированы европейскими традициями. Почему на этом фоне европейские лидеры, такие как, например, Ангел Меркель, устраивают встречи с господином Буфином вместо того, чтобы предпринимать различные бойкоты нарушения протезских обязанностей? Спасибо. Я могу ответить на такой вопрос. Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно, есть причины, что политическая риторика лидеров европейских отношений к России. Другая, если Россия или лидеры России нарушают какие-то правила, чем напротив, я не знаю, Беларуси. И Вы знаете самую разницу между Россией и Беларусь. Россия огромная страна и так далее. Я думаю, что в этом плане чуть-чуть думаю, что ситуация менялась. Так что сейчас, например, в Германии много политиков хотят другую политическую риторику на противоположении. Например, в данном моменте внутри христианских демократов самой большой партии из Германии очень сильный спор, потому что они сейчас... У них дискуссия о такой документе о стратегии России. То есть все стратегии. Это в ЦБУ. И там есть две группы. Две... Ну, господи Чокенов и другие, которые хотят сильно открыто критиковать нарушение. Правда? И есть другая группа, которая думает, ну, они должны дать нам их природный газ и их ресурсы. И все остальное, все... Это абсолютно... И есть позиции между ними. И... Я думаю, просто, что еще важно, что в данном моменте и Россия, и нарушение прав человека везде просто в головах наших политиков, ну, очень... Ну, просто они играют в руках там, да? Они... У них сейчас другие проблемы. А я думаю, что... Они... Они... Давайте поблагодарим Александр Штанов. У меня пока несколько организационных объявлений есть небольших. Кто взял наушники десинкронного перевода? На этой секции они вам больше не понадобятся. Просто вы просто, как бы, иди сюда и дальше. Потому что они понадобятся нашим коллегам на экономической секции, где будет выступать господин Теннер. И еще небольшое у нас, к сожалению, вышло изменение в программе. Константин Крылов, вот он сейчас звонил, он приболел, очень извинялся, что не сможет приехать, придавал нам удачи и желал вам счастье. Давайте будем его поддерживать. Аплодисменты.